Уважаемые пассажиры, не оставляйте свои вещи без приспособления, не доверяйте их к члену. Такое предупреждение на железнодорожных вокзалах звучит регулярно, но не все пассажиры к нему прислушиваются. Заверяют, как сохранить свои вещи в целости и сохранности, знают и без напоминаний. Вещи остаются, а деньги всегда с собой, документы обязательно. Сейчас ни в машине, нигде нельзя оставлять. Сумку оставляю и все. С соседями, с которыми еду, все в порядке. Ну, как бы присматриваю, но если чужие, то беру с собой сумку и все. Внимательно, как вещи не оставляю без присмотра. Ну, или иду с друзьями, то они за вещами смотрят. Ну, так внимательно, с соседям своим покупаю, присматриваюсь. В этом году на Донецкой железной дороге совершено почти 100 краж. И это только начало, предупреждают правоохранители. Число таких преступлений увеличивается в период летних отпусков. Чаще всего крадут кошельки, мобильные телефоны и фотоаппараты. Так, две недели назад в поезде «Мариуполь-Львов» у девушки украли ноутбук. Вором оказался случайный попутчик. Девушка следовала от станции «Волноваха» до станции «Львов». Ко времени ее посадки в купе поезда уже находился пассажир, следовавший из «Мариуполя» в Донецк. За краткое время совместной поездки молодые люди успели разговориться. И по станции «Донецк», где поезд стоит около 40-30 минут, вышли попрощаться на перрон. Молодой человек вернулся в купе через другой вагон. И пока девушки не было в купе, совершил кражу. Это поезд номер 20, все нормально? Да нет, не прописывал. Петр Запольский проводником работает более 20 лет. Уверен, зачастую люди сами провоцируют преступников. Оставленная без присмотра сумка или мобильный телефон сразу привлекут внимание вора. На эти же похищенное непросто. Большинство краж в поездах совершается ночью. Пропажу вещей пассажир обнаруживает только утром. Вор же покидает вагон на ближайшей станции. Не в особе. Если я украл в этом вагоне, он же в этом вагоне, тут пассажир не выходит. Он выйдет в другом вагоне. Потому что проводник может, как вы хотите, если у тебя были дальше ехать. Чтобы не стать жертвой вора, правоохранители советуют не оставлять сумки и кошельки без присмотра. Не давать свои мобильные телефоны малознакомым людям и не доверяясь случайным попутчикам. Крупную сумму советуют спрятать в укромном месте. Деньги на мелкие расходы положить в кошелек. Если же кража произошла, правоохранители советуют незамедлительно обратиться к проводнику или дежурному по вокзалу. В этом случае найти преступника будет значительно проще. Елена Антонова, Владимир Ребриков, Панорама.